Приветствую вас! Сначала, конечно, неплохо было бы выяснить причины, по которым вы поссорились, неплохо было бы понять, что это были за причины, да, неплохо было бы понять, из-за чего именно возникла ссора, чтобы, ну, все-таки, знаете, чтобы все-таки как-то иметь представление о том, что с вами на данный момент происходит, что с вами на данный момент случилось, и в чем парень может себя так вести. Дело в том, что всегда есть вероятность, что мужчину по какой-то причине, вот особенно сильно, задело то, что стало причиной вашей ссоры. Ну, вот, знаете, такие вот неприятные моменты, которые, вроде бы, знаете, и, вроде бы и мужчина о них всегда знал, да, вот, но в то же время вот неприятные. Это первое. Значит, первое, это все-таки понять для себя, каковы причины ссоры. Причем, по возможности, эти причины, значит, лучше понимать как можно более адекватно, чтобы не возникло каких-то вот, знаете, проблем. Чтобы не возникло каких-то трудностей, тонкостей и так далее. Следующий момент, это то, что ваш парень, он, знаете, не обязательно решил вас проучить, вот откуда у вас такая вообще появилась идея о том, что он обязательно вас проучил. Были у вас уже ссоры раньше подобного рода или нет? Были у вас раньше такого плана конфликта или нет? Он себя всегда вел так или начал вести себя после какого-то определенного момента? Ну, в любом случае, вполне может быть, что мужчины просто отходят. То есть, ну, есть такие люди, которые вот не могут сразу после ссоры вести себя так, как будто бы ничего не случилось. Они, может быть, и рабы, но не могут. И с этим необходимо считаться. Ну, по крайней мере, стараться считаться. Потому что, все-таки, как я уже сказал, мужчина, может быть, и без всякой задней мысли вас, значит, как вы говорите, проучивает. То есть, проучиванием вы считаете молчание, которым он вас награждает, проучиванием вы считаете, значит, его поведение. Это, возможно, связано с определенной спецификой того, как вы себя воспринимаете. То есть, если вы, например, подобного рода моменты воспринимаете как что-то негативное, значит, если вы подобного рода моменты воспринимаете как что-то такое, знаете, ну, в ущерб, скажем так, себе, то это, знаете, уже ваша неуверенность в себе, и вам нужно работать с тем, почему вы допускаете подобного рода проекцию, а не с мужчиной. Наконец, чтобы такое больше не постарилось, и если вы хотите вести себя правильно, то я рекомендую вам, во-первых, перестать ему писать, то есть, вообще, не надо человека трогать, то есть, если он не отошел еще от ссоры, то, соответственно, значит, не надо его трогать. Вот написали один раз, извинились, сказали, что мог, не хотели там каких-то моментов, да, и, в принципе, все, больше, как бы, не нужно ничего, вот. А если мужчина будет молчать, ну, что, значит, он везоплазит, действительно, с сагов определенных. А это, ну, как вы, в принципе, сами понимаете, это довольно плохо, то есть, то, что он ждет от вас каких-то шагов. Самое, что, ну, все-таки сказано бывает, да, и то, что вы извинились, это вам большой плюс, вот. Ну, а если он, спустя, в какое-то время вернется к вам, то есть, значит, с вами общаться, значит, правда, отходил. Это, в принципе, нормальное явление. То есть, если он будет вас обвинять в том, что, вот, мол, знаете, почему вы не написали ему, допустим, первое, почему вы, например, не инициировали, скажем так, ваше примирение, то вы просто-напросто ему так спокойно, нейтрально, везливо скажите, мол, я перед тобой извинилась, а я считаю, что я сделала, ну, все, что вот от меня зависело. Если ты не воспринял это, то, прости, это уже не мои проблемы. Прости, это уже, как бы, ты сам не можешь пойти на примирение, сам не можешь пойти на примирение именно для себя. Вот так вот вы мужчине скажите, и если, знаете, если он вами дорожит, если он хочет действительно быть с вами, если он дорожит вашими отношениями, то он быстро поймет и не будет с этим тянуть. А еще, еще лучше, если вы, пока вот он вас игнорирует, значит, хотите там, знаете, с другими людьми общаться, и вообще, как бы, не будете терять времени зря, то есть не будете его ждать. И мужчина тоже может вам предъявить претензию, сказать, ну, а почему, вот, например, ты, то есть вы, а почему ты там с другими ребятами, да, почему ты с другими людьми общаешься. Потому что вы ему опять так везли, потому что вы неправильно говорите, мол, ну, а что, ты общаться не хочешь, я перед тобой, извини, извини, смейте не скучать. Знаете, то есть нужно защищать свои интересы, нужно смотреть, что лежит в пределах, в пределах сферы ваших интересов, и с этим грамотно, нормально, спокойно, последовательно работать, работать, и это защищать и отстаивать. Потому что, ну, молодой человек может быть считает, что если вы с ним в отношениях, то вы должны, соответственно, жить только им, и вообще ни о чем больше не думать, да, ну, это ошибка, безусловно, мужчины, это, безусловно, совершенно не то, что соответствует действительности, и вы правы, позволять такое нельзя, нельзя, это все с вами полностью согласны. Вот. Поэтому, думаю, именно так можно ответить на ваш вопрос. Для более дополнительной информации вам необходимо все-таки пояснить, почему вы боссорились, и каково ваше отношение и ваша позиция в этой ссоре, то есть чувствуете ли вы, например, вину, ощущаете ли вы ее, и так далее, так далее, так далее. И тогда будет более понятна природа произошедшего, и можно будет дать вам какие-то более конкретные рекомендации. А пока желаю вам всего доброго, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, если вам дали дополнительные вопросы, пишите в личку, помогу. С наступающим вас праздником, до свидания.